Добрый день, меня зовут Сергеева Надежда, а я уже 9 лет работаю руководителем отдела маркетинга и продаж в туристической отрасли. Санаторно-курортные объекты, 3 и 5 звезд, мини-отели, сеть апартаментов, медицинский центр – это те кейсы, на основе которых я хотела бы поделиться с вами своими знаниями. Успех моей профессиональной деятельности основан на внедрении последовательных маркетинговых инструментов и разных техник продаж. Поэтому кредо в моей работе – это последовательность, и для вас я подготовила очень подробный, последовательный курс – курс на тему имейл-рассылка. В данном курсе мы рассмотрим с вами основное понятие имейл-рассылки, его типы, попробуем определить цели, для чего нужна нам имейл-рассылка именно в нашем бизнесе. Изучим простые сервисы рассылок и коснемся поверхностно-сРМ-системы и автоматизации бизнес-процессов. Главное, вы получите универсальный инструмент для внедрения любого маркетингового инструмента в свой бизнес, будь то имейл-рассылка или какой-то другой. Уже буквально через один час после завершения курса, состоящего из восьми уроков, вы сможете запустить свою первую имейл-рассылку и добиться тех результатов, которые поставите в основу своей цели, будь то увеличение подписной базы или увеличение выручки. Сегодня мы с вами рассмотрим, что такое имейл-рассылка и какие основные типы есть имейл-рассылки. И попробуем определить, как ими пользоваться и подбирать под ваши нужды. Давайте немного отвлечемся от этой темы и поговорим о том, какие первые ассоциации у нас вызывает сама формулировка имейл-рассылки. Многие скажут, что это обычный спам, это большой трудоемкий процесс, который занимает большой объем рабочего времени и в принципе не приносит каких-то результатов. Давайте сразу остановимся на этом и определим, что спам это рассылка по тем подписчикам, которые своего согласия на это не давали. А имейл-рассылка это рассылка писем под той подписной базе, которая дала вам на это согласие. То есть совершила какое-то действие, например, подписалась или зарегистрировалась и тем самым дала свое согласие на получение от вас информации. Насчет трудоемкого процесса скажу, что сейчас технологии у нас не стоят, двигаются вперед. Поэтому на рынке сейчас существует масса автоматизированных сервисов для рассылки, для вашего удобства. Это сокращает ваше время и время ваших сотрудников, если они задействованы в этом процессе. Поэтому основное определение имейл-маркетинга это продвижение бренда и работа с клиентами через электронные почтовые рассылки. То есть это такой инструмент маркетинга, с целью которого вы продвигаете свой товар, услугу или бренд компании и развиваете отношения с действующими или потенциальными клиентами. Хотела бы сказать о главном показателе имейл-рассылок. Это средняя открываемость писем. Мы видим, что она у нас составляет от 2 до 25%. Самые открываемые письма в имейл-рассылке в общественных организациях, ресторанах и недвижимости. От 25 до 17%. В туристической отрасли и отраслевой, игровой отрасли от 7 до 10%. Напомню, что являясь руководителем в сфере туристической отрасли по направлению продаж и маркетинга, мы свою открываемость в сепменте B2B добились не 10, а 13%. Это стоило нам больших усилий и за этот результат мы, конечно, гордимся тем, что мы сделали своей командой. Что нам помогло? Какие задачи, в принципе, мы можем решить с помощью данного маркетингового инструмента? Первое, это, конечно, у нас идет популяризация бренда. То есть мы с вами всегда находимся на слуху. Наша компания, наш товар, наша услуга. Мы там, где наша целевая аудитория. И чем нас больше, тем в подсознании наших клиентов или потенциальных клиентов откладывается наш бренд. Далее мы переходим к такой задаче, как информирование клиентов. Мы оповещаем о скидках, об акциях, о режиме работе. То есть такие небольшие напоминалки о себе, которые дают какую-то пользу нашему клиенту. А далее мы решаем такую задачу с помощью email-рассылки, как увеличение лояльности. Это построение доброжелательного, конструктивного диалога с потребителем. Клиент должен нам доверять. Еще одной задачей этого инструмента является привлечение трафика. У нас есть с вами официальный сайт, куда мы хотим увеличить поток трафика. Для чего это нужно? Для того, чтобы нас в поисковой системе ранжировали как можно выше. То есть мы хотя бы находились в первых трех страницах. Для этого отличный инструмент. Это как раз-таки рассылка, где вы создаете отдельную подписную страницу. Либо выкладываете какой-то материал в блоге. Либо записываете какой-то онлайн-курс или видеопрезентацию. Выкладываете ее на YouTube. И везде внизу ставите ссылочку на ваш сайт. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Тем самым вы увеличиваете трафик на свой сайт. И он показывается большему количеству потенциальных клиентов. Далее задача, которую решает email-рассылка, это возврат клиентов. Например, ваш пользователь, клиент, услуги или тот человек, который покупал ваши товары. Покупал, покупал и пропал. То есть нельзя проходить мимо, потому что мы понимаем, что каждый клиент – это дорогостоящие вложения нашей всей команды. И мы должны этого клиента возвращать. Сначала понять причину, почему он пропал, и потом вернуть. Для этого нам и подойдут как раз-таки определенные типы email-рассылки. Далее мы с вами с помощью этого инструмента сможем увеличить продажи. Каким образом? Например, вы продаете какую-то технику электронную. Вы продали человеку телевизор, он уехал домой, перед покупкой оставил свои контакты. И далее вы его уже догоняете в рассылки и предлагаете ему дополнительные инструменты к его покупке. Такие как, например, кронштейны, приставки и любые другие девайсы. Это называется дополнительной продажей через email-рассылки. Тем самым вы увеличиваете свой средний чек и увеличиваете свои продажи. Далее это автоматизация ручной работы. Все мы делали заказы через сайты, и всем нам, я думаю, приходили письма о том, что наш заказ оформлен, принят в работу, ваш заказ оплачен, оплата пришла, мы отправили и получали сообщение о доставке. Все это делается также с помощью этого инструмента email-рассылка. Но мы с вами должны прекрасно понимать, что даже подписав клиента и завершив рассылку, есть риск того, что письмо просто не будет прочитано. Да, это так. Письмо может быть не прочитано, но у нас есть с вами масса вариантов, чтобы заставить этого клиента обратить на вас внимание, потому что это важно будет для него. И для этого есть определенные методы и типы рассылок. Давайте рассмотрим их подробнее. Первый тип – это информационная рассылка. Что же это такое? Вы высылаете на почту полноценный контент, например, это будет статья, интервью или какое-то исследование. Задача информационной рассылки – просвещать свою аудиторию, повышать ее лояльность к вашему товару или услуге. Благодаря этой рассылке вы можете мотивировать клиентов покупать и пользоваться вашими услугами. Процент открытий у таких писем – почти 20%. Конверсия в клике открытия – 13%. Это хорошие показатели для нашей статистики. Перед запуском необходимо определить конкретную цель и задать себе один простой вопрос. Что я хочу получить после того, как отправлю это письмо своему потенциальному клиенту? Как только к вам придет осознание и ответ на этот вопрос, далее становится все простым и понятным. После ответа вы готовите определенный контент и упаковываете его. Создаете дизайн, оформляете письмо и отправляете. Далее остается только анализировать результаты. Давайте рассмотрим тип информационной рассылки на примере. Вы создали какой-то новый продукт и хотите своим постоянным клиентам и потенциальным рассказать об этом продукте. Поэтому вы готовите информационную рассылку, где подробно рассказываете о своем продукте, какие задачи он выполняет, чем он отличается от продуктов другой вашей линейки. На конкретном примере показываете, как этот продукт стал решением какой-то задачи или проблемы вашего клиента. Можете поделиться отзывами, которые оставили предыдущие покупатели данного товара. Рассмотрим второй тип рассылки. Это триггерная рассылка. Что это такое? Давайте сразу его рассмотрим на примере. Например, вы зашли на какой-то сайт, совершили онлайн покупку, дошли до момента, когда вам нужно ввести свои данные карты, чтобы оплатить, но на что-то отвлеклись и бросили эту корзину. Соответственно, это определенный триггер называется триггер брошенной корзины. То есть цель этого типа рассылки вернуть вас на тот период, на тот этап, на котором вы остановились. Триггеров может быть много, такие как завершение заказа, welcome письмо, back письмо, возврат в корзину, приветственное письмо с напоминанием. Также в триггерной рассылке есть у нас понятие транзакционной рассылки. Это, в принципе, те же самые этапы, которые постепенно возвращают клиента на предыдущий либо последующий уровень, с которого клиент ушел. Давайте еще разберем на конкретном примере. В преддверии Нового года я зашла на один сайт детских игрушек. Мне нужно было выбрать подарок своему сыну. Соответственно, я погуляла по сайту, зафиксировала тот товар, который я хотела бы приобрести, положила его в корзину, перешла и осталось буквально просто ввести данные и нажать кнопочку оплатить. Причем я уже указала свой телефон, свой имейл-адрес, но не нажала кнопку. Отвлеклась на телефонный звонок и буквально через 10 минут уже забыла об этом. Далее я вижу уведомление на своем телефоне, что мне пришло письмо на электронную почту. Ко мне обратились уже по имени, уважаемая Надежда. Так как я свои эти данные указывала, у них уже имелось мое имя и электронная почта. И мне напомнили, что я ушла с этого сайта и оставила в корзине незавершенные покупки. Меня попросили вернуться и предложили определенный бонус для возврата. Я вернулась и приобрела уже с большей выгодой для себя этот товар. Второй вариант транзакционной рассылки это, ну, наверное, давайте возьмем абонемент в какой-нибудь спортзал. Если вы ходите или на занятия йогой, также при заполнении анкеты и получении карты вы оставляете свои контактные данные. В основном это имя, телефон, имейл или социальные сети. Соответственно, мы все это запускаем в транзакционную рассылку. Также вы там можете указать свою дату рождения и при покупке этого абонемента или заведения клубной карты программа понимает, что те, у кого сегодня день рождения в определенную дату, им нужно совершить рассылку по определенному триггеру. Триггером здесь будет выступать дата вашего рождения. То есть, либо накануне, либо в этот же день вам отправится поздравительная открытка с поздравлениями с днем рождения и предложение вам какого-то дополнительного товара для покупки. Вот так работает у нас второй тип триггерной рассылки. Открытие у триггерных писем почти в два раза выше, чем у информационных. И конверсия именно в покупку на 42% выше. Поэтому это важный инструмент, именно используемый для конкретных продаж. Далее перейдем мы с вами к следующему файлу нашей презентации. И рассмотрим такой тип рассылки, как реанимационная рассылка. Что это такое? Бывает так, что в нашем бизнесе очень много покупателей или клиентов, или подписчиков. И на какой-то период времени у них происходит охлаждение к нашему продукту, так скажем, и они у нас теряются. Да, вот этих клиентов обязательно нужно возвращать. И главным преимуществом для вас станет то, что вы сможете собрать обратную связь от этих людей и понять, а почему все же они пропадают. Что не так с вашим продуктом? Что не так с вашей услугой? Многие скептически относятся к получению обратной связи, особенно если она негативная. Но если подумать, как, допустим, собственнику бизнеса, да, это очень важно слышать обратную связь, в том числе и ту, в которой люди говорят, что именно у вас не получаются. Потому что это определенная точка роста для вашей компании, для вашего бизнеса, для вашей услуги. И вы можете ее сделать намного лучше. Поэтому для всего этого подходит нам именно реанимационная рассылка. То есть это возврат клиентов. Потому что каждый потерянный клиент – это ваша потерянная прибыль. Маркетологи установили, что клиенты открывают письма в течение 90 дней. Если после прошествия этих дней ваше письмо все-таки не прочитано, то вот этого клиента уже необходимо реанимировать и отправлять ему серию реанимирующих писем. Как они могут выглядеть? Например, вы можете в теме письма задать конкретный вопрос. Андрей, почему вы нас игнорируете? Но когда человек откроет это письмо, там вы должны дать ему что-то полезное. Не обязательно это будет какой-то бонус или скидка, но какая-то польза для выяснения обратной связи. Да, это может быть бонус, например, на следующую покупку или на подписку, или получение каких-то баллов, или какого-то бесплатного мини-подарочка. Да, попросите этого человека просто отправить вам ответным письмом, обратную какую-то связь от него получить, да, почему он пропал, почему он исчез. И далее дать ему в следующем письме ответ, что да, мы принимаем ваши замечания, комментарии, но мы становимся лучше, развиваемся. И для этого предлагаем вам определенный вид, например, бонусной карты, что в следующий раз, когда вы придете, будет все по-другому, будет все лучше, красивее и, соответственно, выгоднее для клиента. Еще один пример для потерянных гостей – это неудобный формат рассылки. Например, когда вы отправляете клиенту рассылку в почту, а он в нее редко заходит. Поэтому одним из реанимирующих писем будет письмо такого характера. Добрый день, Иван Петрович. Мы видим, что, например, вы давно не заходили и не читали наши новые рассылки по анонсам наших продуктов. Может быть, вам неудобен сервис, с которым мы с вами общаемся. Предлагаем вам подписаться на наши социальные сети или, например, в мессенджере. Тогда этого клиента вы можете перевести в другой формат и использовать немного другие инструменты. Потому что там большая вероятность того, что этот человек останется в вашей подписной базе и, соответственно, совершит те действия, которые вы от него ждете. Следующий тип – это серийная рассылка. Серийная рассылка подходит для продажи сложных продуктов и для больших компаний. Что это значит? Например, у вас есть большая база клиентов, и им нужно периодически отправлять какие-то материалы. Поэтому вы заранее готовите серию из 5, 10, 20 писем. Выставляете его в сервисе рассылок на автоматизацию. То есть, когда, какой аудитории, какую серию из писем отправлять, через какие промежутки времени. Как правило, после двух первых писем необходимо отправлять серию из 8-10 писем. Так клиент о вас точно не забудет. Ну а здесь главное – не переборщить именно с продающими рассылками. Так как это серийная рассылка, вы последовательно рассказываете о продукте. Это может быть немного информационной какой-то информации, презентационной, акционной, но малое количество или малая доля продающего контента. Цель такой рассылки серийной – обучать, развивать и отрабатывать возражения. И постепенно, поэтапно доводить этого клиента до покупки. Небольшой пример про сайдинг. Сайдинг – это такой сложный продукт, и не каждый день его покупают, правильно? И, допустим, когда вы его купите, он пригодится вам на много-много лет. Например, вам нужно обшить дом сайдингом. Клиент заходит в интернет, ищет компанию, находит ваш какой-то информационный блок, где вы рассказываете про свой сайт, и нажимает заветную кнопочку «Подписаться». Вы получаете первого холодного клиента, с которым начинаете работать по цепочке писем в серийной рассылке. Вы ему даете информацию о сайдинге, для чего он применяется, какие виды есть, все характеристики прописываете. Когда человек не совершает то действие, которое вы его просите совершить, вы понимаете, что этого клиента можно перевести уже на следующий уровень в серийной рассылке. Итак, таким образом постепенно доводите его до последнего шага, когда он должен нажать заветную кнопочку «Купить». Так работает серийная рассылка. Следующий тип и последний – это продающая акционная рассылка. Акции. Акции любят все. Но акция должна быть понятной и конкретной. В акционной рассылке старайтесь использовать яркие баннеры, анимирующие картинки или гифки. Обязательно прописывайте условия акции в тексте, потому что многие из нас не только визуалы, да, любят и почитать информацию, и разобраться в ней подробнее. Главное условие в такой рассылке – рассказывать про один продукт, про одну акцию. Посмотрите разницу. Когда вы в акции пишете «Только сегодня, 22 числа, у нас скидка 30% на зимние шапки». Здесь все понятно. Один товар, одна скидка, один период. Или вы отправляете такое письмо. «Добрый день, у нас через две недели проводится акция на следующую линейку товаров. Детские тапочки, вязаная шапочка и какой-нибудь горнолыжный комбинезон». Поэтому вы расфокусируете внимание клиента, и эта рассылка для него становится не точечной, не интересной. Также продающая рассылка – здесь важно соблюдать определенные правила. Сначала нужно базу проанализировать и разбить ее на сегменты. Далее построить воронку продаж, разработать стратегию, разработать ваше уникальное торговое предложение, заняться продающими текстами, дизайном, интерактивными кнопками, все это протестировать, и далее уже замерить результаты данной продающей рассылки. Потому что главная и основная цель любой коммерческой рассылки – это продажи. В этом уроке мы с вами рассмотрели основное понятие email-рассылки и его типы. Поэтому я вам предлагаю сделать такое практическое задание. Оно очень простое. У всех у нас с вами есть email-почта. Я вам предлагаю в нее зайти и посмотреть на те письма, которые приходят к вам во входящие сообщения. Попробуйте после данного урока понять, какой тип рассылок использует компания, отправляя вам рассылки на вашу электронную почту. Наложите на эти письма из вашей почты и ответьте на вопрос, а попали ли они своими рассылками на решение вашей проблемы, боли или задачи. Продуктивной вам работы. До встречи в новом уроке.